Отлично. Еще раз добрый день, коллеги, друзья и партнеры. Меня зовут Константин Абухов, я работаю в компании Top Signature и представляю отели Barrier, группу Barrier. Сегодня наш вебинар посвящен будет всей группе Barrier, я расскажу, остановлюсь поподробнее на тех отелях, которые вам будут более интересны в этом сезоне, но опять же расскажу в целом о группе, расскажу в целом о том, в чем сильные стороны отелей Barrier и что стоит продавать и кому стоит продавать эти отели. Итак, Barrier. Это очень старая французская группа. Когда я говорю о французской группе, здесь я имею в виду то, что есть большие предприятия, очень старые предприятия, которые были созданы очень давно, у которых есть история, у которых есть определенный бэкграунд, которым они могут похвастаться, в том числе группа Barrier. Barrier были созданы 110 лет назад и в этом году как раз мы отмечаем 110-летие создания группы, которая появилась в 1912 году с первым своим отелем, который был построен в Давиле, и этот отель вы прекрасно знаете, это отель для Нормандии. В 1913 году было построено Рояль, опять же в том же Давиле, и потом группа начала свою экспансию в другие курортные города, Франции, ну а потом уже где-то в конце 20 века она расширила свои границы, присутствие в мире и стала строить свои отели за пределами Франции. Первое, что стоит отметить, почему, опять же, какие задачи вебинара мы решаем, вот, это не то, что вот я выдал эфир, расскажу вам о группе, продавайте, отели красивые, прекрасные, такие номера, все, на этом мы расстанемся и, соответственно, будем встречаться тогда, когда вы будете продавать отели и будете задавать какие-то вопросы. Давайте подойдем более глобально к нашей задаче, она у нас триединая. Триединая задача – это та задача, которая нельзя, те вопросы, которые она решает, те задачи, которые она решает, они одновременно важны, и нельзя выделить, что вот это первая задача, вторая или третья. Первая задача – это ваш заработок. Здесь, когда я говорю о вашем заработке, это я имею в виду, что это заработок ваш и а-ля карта. Второе – это заработок отеля, то есть акт продажи отеля, акт продажи комнат, мероприятия отеля или что-то, связанное, опять же, с праздниками, которые проходят в наших отелях. Вот. Это заработок отеля. И третий – это счастливый клиент, счастливый, довольный клиент, который получил все то, что ему нужно, все то, что он искал и все то, на что он надеялся. Поэтому, соответственно, задача моего вебинара, нашего вебинара, состоит в том, чтобы мой рассказ о группе «Барьер», мой рассказ о французских отелях «Барьер», опять же, в конечном счете вел к тому, что при встрече с клиентами, с нужными клиентами, с теми клиентами, которые, опять же, в нерешительности ищут или не знают, какой отель выбрать, при продаже наших отелей, отелей «Барьер», вы решили бы эту треединную задачу. Опять же, все задачи, все вот эти три части этой задачи, они едино равны. Опять же, решая одну, вы решаете вторую и третью одновременно. Вот, поэтому сейчас моя задача состоит в том, в течение этого часа рассказать о том, что каким образом, какие сильные стороны есть у «Барьер», чтобы, когда вы видите клиента, когда вы, опять же, когда вы будете делать предложение, вы знали о том и держали бы, опять же, у себя на заметке именно те составляющие, те важные элементы, те сильные стороны отелей, которые вы можете предложить клиенту, зная и будучи уверены в том, что клиент останется доволен и получит именно то, что он искал, придя к вам или обратившись к вам. Итак, барьеры. 110-летие, старая французская группа, одна из групп, которые можно назвать, знаете, компанией с изюминкой. Ну, то есть есть компании, которые создались, там, не знаю, в 1960 году, 1991 году, которые потом исчезли, которые, ну, существуют, каким-то образом, но пока у них нет имени, может быть, это имя появится в течение какого-то времени, но должно пройти какие-то десятилетия для того, чтобы имидж был положительным, в сознании людей образ компании возникал бы, и было бы желание обратиться за ее товарными продуктами, опять же, к этой компании. За 110 лет у барьеров сложился именно этот имидж той компании, той французской компании, той французской отельной группы, которая на слуху, которая в, так скажем, в топ-10 продажах. То есть если обратиться практически ко всему французскому населению или к европейцам и спросить у них, какие отели вы выбрали для своего отпуска, для своего отдыха, если бы вы достаточно средств, если бы вы не думали о том, что там есть у вас деньги, нет у вас денег, есть у вас время, нет у вас времени, какие вот 10 отелей вы бы выбрали, отели барьер появляются в этой десятке. То есть это достаточно сильная составляющая имиджа, которая говорит о том, что отели на слуху. Почему они на слуху? Потому что те клиенты, которые годами ездили туда, их дети ездят туда, и они получают тот сервис, те, соответственно, услуги, которые они ожидали и которые они получают, и которые получают их дети, их внуки-правнуки, которые обращаются к отелям, и, соответственно, в конце своего пребывания они удовлетворены этим сервисом, удовлетворены своим отпуском, пребыванием в этих отелях. Итак, еще раз обратите внимание на то, что это 100% французская группа, ДНК французская, она управляется семьей. Это такой семейный бизнес, который все в наше время, он становится, он вымывается. Если мы берем какие-то известные французские группы, как группа Мишлен, который вы знаете по гидам Мишлен, также большой крупный производитель, мировой крупный производитель ШИН, это семейная компания, но с течением времени произошли там несколько трагедий, и в общем в семье не осталось наследников. Поэтому, соответственно, тот капитал, который был изначально семейным, он стал несемейным. Многие компании продаются, французская группа Пежо, которая изначально была 100% принадлежала семье Пежо, тоже продала свой капитал и стала там китайской государственной компанией, и малая часть средств осталась, малая часть акций осталась все-таки у семьи. Что касается компании группы Барьер, отельной группы Барьер, 100% акций принадлежит семье. То есть семья управляет в течение 110 лет, семья управляет, соответственно, отелями, семья управляет казино. Это говорит о том, что вот этот французский ДНК, который есть в семье, с поколения к поколению передаваемых, передающийся, этот ДНК, он французский. Это французский сервис, это французское отношение к гостям, это французская подача, это французский стиль, это французская мода. Все Франция с большой буквы, опять же, присутствует в группе Барьер. Три поколения собственников входит в течение 110 лет. То есть за 110 лет семья поменяла. Третье поколение в семье управляет отелями Барьер. Я не выдаюсь в подробности, потому что, в принципе, кто заинтересуется, я с удовольствием расскажу. Но, в принципе, история семьи, в принципе, вот она у вас на презентации. Это основатель группы Франсуа Андре, который как раз создал компанию 110 лет назад и, соответственно, стал инвестировать в те отели, которые находятся на лучшем побережье Франции. Будь то Нормандский берег, будь то Атлантика или Лазурный берег. Дальше, опять же, во всех курортных городах Франции, в континентальной Франции появились другие отели, которыми уже управлял его племянник Люсиан Барьер, либо Иоанна Барьер, которая являлась дочерью племянника, и Доминик Десень, который, соответственно, муж Дианы Барьер, который сейчас управляет компанией. Ему уже много лет, и сейчас его дети, двое его детей, мальчик-девочек, они управляют компанией. Один управляет отелями, другой управляет казино. Вот, отельная группа насчитывает 119 отелей. 12 отелей находятся, основная часть их находится во Франции, есть также отели в Марокко и в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Группа начиналась как со строительства отелей и казино, потому что казино всегда привлекало население, всегда привлекало отдыхающее население. И те, кто хотел отдохнуть, проводя свой отпуск, и как-то получили какие-то эмоции, адреналин, всегда ходили в казино, поэтому это была чисто такая французская вещь, вещь, которая была связана с модой, с эпохой, и в принципе, такая тоже недостаточно вещь вне моды, которые до сих пор, казино, которые находятся рядом с отелями, они всегда наполнены, начиная с после ужина часов, после ужина, казино наполняется публикой, которая ищет адреналит и хочет получить легкий заработок. Вот поэтому присутствие казино тоже расширяется, и на сегодняшний день они также есть во всех частях, во всех городах, где находится, пососедствует с отелями «Барьер». Вот, и 140 ресторанов и баров, которые также принадлежат группе «Барьер», это французские рестораны, это французские рестораны с французским меню, меню, которое есть традиционное, меню, которое в этих ресторанах встречается, это также меню, которое подвержено моде, и в зависимости от сезона, в зависимости от направления, в зависимости от кухни или какого-то фестиваля кухни, который в моде или на слуху в тот или иной сезон принимает, соответственно, декольный поваров, расширяя свое меню. Вот, также бары и рестораны наполнены, их любят за, опять же, чисто френч-тач, за то, что это именно французские рестораны, и за то, что они всегда разнообразны, и в них очень легко проводить мероприятия, которые связаны, не знаю, с, начиная с дня рождения, банального дня рождения, и заканчивая большими какими-то массовыми мероприятиями, которые связаны с мировыми запусками или политическими, победой политических партий на выборах и прочее. Вот, так что это в целом о группе. Еще раз, основное, это 110 лет истории, именно истории французской группы с французским ДНК, которые на сегодняшний день включают 19 отелей, 33 казино и 140 ресторанов. Вот, и сейчас мы перейдем ко всем отелям, я буквально остановлюсь на некоторых отелях, но в основном, в основном расскажу о тех отелях, которые вам интересны и вашим клиентам будет интересны в этот сезон, это Париж, Коршевель и Сан-Барк. Вот, далее упомяну другие отели, также Каннский отель, но, опять же, это те отели, которые могут быть сезонными, могут быть вне сезона, но в основном, сейчас сентябрь, и уже наши клиенты, те клиенты, которые хотят что-то забронировать заранее, они, естественно, сейчас будут бронировать Коршевель, они подумают о Париже и о Рождестве, и зимних праздниках, и также те, у которых есть возможность дойти до Сан-Барта, также думают, если они хотят провести рождественские зимние праздники, новогодние праздники, среди снега, они думают о пряжных направлениях, и если им доступен Сан-Барт, в плане полетов, в плане виз, то, в принципе, это тоже отель, который очень сезонный, и как раз у него начинается сезон где-то с ноября. Вот, так переходим. Для того, чтобы, я, опять же, упоминаю, когда я говорил о том, что это французская группа, и что у нее есть отличительные черты именно французских отелей в Франции, это Франция с большой буквы, в первую очередь нужно оставиться о том, что во всех отелях группы есть та составляющая, особенно в пятизвездочных или в палацах, та составляющая, которая связана с удовольствием и с гедонизмом. Вот, поэтому все те клиенты, которые очень любят себя, очень любят комфорт, очень любят приятные ощущения, именно любят то, что находится вне моды истории, они обращаются к отелям, они приезжают в них, и они находят в барах, в интерьерах, в декоре, в обслуживании, в обращении, в общении с персоналом отеля, в тех инсталляциях, которые есть у отеля, я имею в виду спа, или тех активностей, которые там проводятся, как йога, велосипеды, тренировки, персональные тренировки, персональные отношения тренеров, это все связано с тем, что именно отели наполнены тем положительным и разнообразным отношением к своей публике, которая, отдыхая в отелях «Барьер», может найти практически все, что связывает клиента отеля с понятиями удовольствия, гедонизм и положительные эмоции. Поэтому это очень важно, это очень важно. Немногие отели могут похвастаться, потому что, когда мы смотрим на современный мир отеля, на современную карту отеля, на современные группы, которые добились высочайшего комфорта, высочайшего отношения, качества, обслуживания, то есть составляющая именно, такая интимная составляющая личного отношения, теплого, доброго отношения, удовольствия от того, что люди общаются со своими клиентами, они им рассказывают о жизни, они им дают советы, которые связаны именно как провести отдых, чем заняться и как правильно провести, как правильно спланировать свое время, получив массу удовольствий, и чтобы в то время, которое было потрачено клиентам на отдых, нашло максимум отражений в его, в конце концов, в его ощущениях от того, что он не зря плавал в дверь, он получил не только заряд эмоций, но он получил заряд здоровья, и также очень был рад провести вот это время в отеле. И большая часть, конечно, клиентов, из того, что я сказал, естественно, становится репитерами наших отелей, репитерами отелей «Барьер», и возвращается в них, опять же, на следующий год, или в этом же сезоне, то есть если поле лета, то зимой, меняя направления, меняя отели, но оставаясь клиентам «Барьер». Вот. И очень важно, опять же, сказать о том, что, о том, что я упомянул, что многие отели могут похвастаться высочайшим уровнем комфорта, стиля, декора, богатства в своем декоре и в своем отношении к клиентам, но именно такой человечности, именно такой жизненности и жизненно утверждающего отношения к своим клиентам и передача именно вот этого заряда бодрости и молодости и энергии, положительной энергии вашим клиентам отличается группа «Барьер». Это тот персонал, который именно готовится для того, чтобы именно так встречать своих клиентов. И это делается от чистого сердца и всей души. Тоже, что очень важная характеристика, поскольку корни – корни в семейственности. Вот. Теперь я расскажу, я начну с того, что расскажу о самом таком, о самом, может быть, не самом известном отеле среди, потому что он так давно появился по сравнению с теми же отелями «Давили» и «Леболи» и «Лекан». Это отель, это парижский отель «Фукетс», вот, который входит в 15 самых крупных, красивых, богатых, дорогих отелей Парижа. Он входит в их число. С одной стороны, кто-то его относится к Паласу, мы не позиционируем его как Палас, но это очень дорогой, пятизвездочный, хороший отель с лучшим местоположением среди парижских отелей. Объясню, почему. Значит, и прежде, чем я перейду к рассказу об этом отеле, я вам покажу видео. Ну вот, после этого мы продолжим. Пишите мне, если вы знакомы с этим отелем, если вы не знакомы с этим отелем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, я что-то перестал вас видеть. Несколько слов об этом отеле. Так, на вопрос я отвечу, и по поводу виз мы, конечно, поговорим. По поводу длины, виз, тех, кто, соответственно, работает в отелях. Давайте практические вопросы обязательно на них отвечу, на практические вопросы и на те вопросы, которые, в общем, вас волнуют. Значит, еще раз, Парижский отель. Парижский отель, он находится практически, опять же, в том месте, которое является достаточно известным местом, Несейские поля. Но другое место, его называют Золотой треугольник, Золотой треугольник, и именно в центре Золотого треугольника находится Фукетс. Это лучшее расположение отеля, лучшее место его положения по отношению к памятникам, по отношению к известным местам Парижа. Поэтому те клиенты, которые, соответственно, приезжают, и особенно те клиенты, которые приезжают в Париж первый раз, я им очень советую остановиться в Фукетсе. Я не говорю ни в коем случае, что другие отели, они там плохо расположены или они хуже, ни в коем случае. У каждого отеля есть своя сильная сторона, но сильных сторон у Фукетс очень много. Вот, это первая сторона это местоположение, потому что тот клиент, который живет в отеле, он живет на Елисейских полях, у него доступ ко всем магазинам в шаговой доступности, ко многим памятникам, ради которых, опять же, едут в Париж в шаговой доступности. Те такие эмблемные места, которые, как Эйфелева башня, как Триумфальная арка, как Площадь Согласия, как Лувр, это все тоже в шаговой доступности. Сено в пяти минутах, в семи минутах ходьбы от отеля, кабаре, казино, магазины, рестораны. Это все, все, все рядом. Поэтому, находясь там, ты экономишь свое время, и у тебя даже будет, опять же, останется время, если ты будешь бегать по Парижу и ходить и по ресторанам, и по ознаковым местам. У тебя становится время посетить самый большой бассейн в центре Парижа, в отелях, и самый большой спа, Диана Спа, который также находится в Фукетске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Отлично! Все отлично, спасибо! Спасибо, пожалуйста, что-то пошло не так. Вот, я остановился на том, что есть сьюты, которые очень известны, которые очень большие. Сьют Аркур. Это те сьюты, где, во-первых, по своему наполнению, по своему декору, это очень известные исторические сьюты, потому что они были выполнены, лепка была выполнена мастерами Версали, те, которые реставрируют Версальский дворец. Поэтому это лепка Версали. Она историческая, она связана с тем, что это была лепка восстановленного исторического здания. И здание само историческое, поэтому, находясь в Фукетске, ты, опять же, соприкасаешься с историей Франции, которая очень комфортно была сделана, в соответствии с декором, который был сделан для комфорта клиентов и для того, чтобы также в этом отеле можно было проводить от маленьких до больших мероприятий. То есть, начиная от, опять же, как я говорил, банального для рождения, заканчивая, опять же, праздником какой-нибудь политической партии, которая выигрывает на выборах, которая была в свое время с приходом к власти Николая Саркозин, который отмечал свою победу именно в Фукетсе, в сьютах. Вот, сьюты очень большие, в зависимости от компоновки их можно расширить, и наполняемость их может подходить до 110 гостей. Вот, опять же, каждый сьют имеет свое практическое назначение и функциональное назначение. Допустим, тот сьют, который называется Аркур, он связан с тем, что в этом сьюте можно производить фотосессии, известная студия Аркур, которая находится неподалеку, и также очень многие наши клиенты, которые любят, ну, которые известны, являются известными людьми, сильными мира всего, они очень любят приезжать сюда, заказывать фотограф, который приходит и, соответственно, делает их фотографию. Стоимость фотографии около 2000 евро одной фотографии, но ее, как правило, почерк Аркур знают во всем мире. Вот, поэтому рекомендации для тех клиентов, которые особенно приехали первый раз, резюмируя, фукетс, фукетс, который связан с тем, что он мало того, что находишься, то что ты комфортно отдохнешь в этом отеле и сходишь в рестораны французской кухни, истинно французской кухни, меню подписано Пьером Ганьером и трехзвездочным мишленовским поваром. Также ты получишь впечатление и удовольствие от того, что все рядом, магазины, памятники, эфелево-башни, сено, все основные знаковые места Парижа. И третье, то, что если у тебя какое-то мероприятие, то что смело ты можешь предлагать фукетс, потому что это тот отель, который создан для того, чтобы проводить мероприятие, начиная с дня рождения, фотосессии, игры в мини-гольф на последнем этаже, на террасе. То есть это тот отель, который предназначен для того, чтобы принимать майс. Но майс такого уровня – это не просто встреча, какой-то выезд компании, бывший Макдональдс, сейчас вкусная точка, но это именно прием совета директоров, прием каких-то людей, которые приезжают обсудить какие-то важные дела, подписать документы, либо отметить какое-то мероприятие, которое связано с количеством гостей, до 120 гостей одновременно. Вот, это фукетс. Дальше. Я хотел бы остановиться на другом отеле, которые, соответственно, сейчас у нас очень... Ну, сейчас у нас на слуху у всех, потому что начинается сезон-сезон бронирования. Как ни странно, у нас начался в августе, все очень такие клиенты, которые заранее бронируют и хотят получить, и хотят купить, ну, как сказать, тот билет, который доступный в августе сейчас, который будет стоить, который будет дорого стоить ближе к отпуску, они начинают бронировать заранее и начинают думать о своих, соответственно, о своем отпуске, о своем рождественском отпуске. Поэтому я сейчас еще хочу перейти к отелю Ленеш Куршевеля. Я начну тоже с видео, потом прокомментирую его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Вот, значит, возвращаясь к отелю Ленеш Куршевель. Это достаточно новый отель, то есть он был построен в 2017 году, проработал два года, начался ковид, он был закрыт. В общем, ну, отель, соответственно, отель новый, отель новый, свежий. То, что любят наши клиенты, то, что ценят наши клиенты. Но ценности этого отеля еще в другом. Это то, что я сказал, что любят наши клиенты. Ценности отеля, опять же, возвращаясь к тому, о чем я говорил, о французских отелях, о ДНК, о французском ДНК, о Франции, с большой буквы, в барьерах, это то, что отель лучше всего, как и все отели барьера, лучше всего расположен по отношению к курорту, по отношению к местам курорта. Находясь в Куршевеле, он находится в 100 метрах от основной жизни, эпицентра жизни Куршевеле. Это того центра, той улицы, где находятся магазины, где находятся Шанель Прадо, где находятся рестораны, где находится, опять же, вот этот подъемник, который ведет наверх ко всем другим отелям. И те клиенты, которые спускаются для того, чтобы провести время, соответственно, в эпицентре Куршевеле, они вынуждены потом сесть на подъемник и вернуться в свои отели. Вплоть до Анапурна, который находится на самом высоком месте, недалеко от Эллипорта. У Линежи такой проблемы нет. Клиенты, которые живут там, 42 номера, в основном это сьюты, и это клиенты, которые в шаговой доступности находятся от той жизни Куршевеле, ради которой они приезжают. Статистика говорит, с момента создания Куршевеле, с момента заселения этих отелей вот и англичанами, и французами, той публика, которая приезжала сюда отдыхать и дала заряд этого такого, запал заряд вот этому отдыху в Куршевеле с 50-х годов, это те клиенты, 80% клиентов, именно Куршевеле 1850, они приезжают не кататься на лыжах. 80% клиентов приезжают для того, чтобы показать себя и посмотреть на других. 20% клиентов катаются на лыжах. Поэтому очень важная составляющая, опять же, та, ради которой приезжает клиент, о том, проживая в отеле Линеж, нет такого другого отеля, пятизвездочного паласа, где ты находишься в 100 метрах от жизни Куршевеля, от основной жизни Куршевеля, это пиццентр событий. Французский, в форме шале, как вы видите, это отель, который воспроизводит, который воспроизводит именно альпийский шале, но альпийский шале современный внутри, очень много декора из теплых, естественных материалов, это камень и дерево, которые с одной стороны дорогие, с другой стороны они показывают теплоту и теплый декор номеров. Набира очень большие, сьюты очень большие, от 100 до 400 метров, в зависимости от компоновки, в зависимости от расположения, по отношению к склонам. Вот, как и все отели, естественно, Куршевеля 1850, это отель Скинский Аут, те, кто катается, соответственно, одевает лыжи и выезжает сразу же на дорожку и возвращается по этой дорожке же в отель. Вот, у отеля, опять же, я сейчас скажу, что, говоря об отелях Куршевеля и о нашем отеле в частности, это те отели, которые, тот, чей сервис, он находится на уровне всех отелей Куршевеля. Когда вы продаете отель Куршевеля, когда вы перечисляете, что у отеля есть, там, не знаю, соответственно, Скинский Аут, те клиенты, которые приезжают со своим оборудованием, могут оставить его на следующий год и прочее, услуги, рестораны, спа, вот эти все составляющие трансфера, они есть, вот эти все услуги, они есть у всех отелей, потому что отели смотрят, что делают конкуренции, поэтому подстраиваются под конкуренцию. У Ленеш также есть весь набор услуг, которые есть в К2, которые есть в Элизерель, в Аля Пуже, у всех отелей есть вот этот набор услуг. Но есть составляющие, которые отличают наш отель, а именно, обращаясь к тому, с чего я начинал, это теплое отношение персонала, такое, знаете, семейное отношение персонала к своим клиентам, которые заботятся о них, которые передают свою теплоту, которые подходят к своим клиентам как к членам своей семьи и которые советуют клиентам, как правильно провести вот это время в отелях. Отели Барьер – семейные отели, в каждом из отелей есть набор, опять же, тех инсталляций, которые созданы для детей, это детские комнаты, это детские развлечения, в том числе в Барьерах, в Ленеш, в Барьер Ленеш, есть музыкальный центр с музыкальными инструментами, поэтому те дети, которые, опять же, никогда не играли на трубе или на барабанах, могут почувствовать себя в роли будущих, там, не знаю, Битлз, не знаю, группы Квин. Вот. Также детские комнаты, опять же, меню для детей, инструктора для детей, в общем, все, что есть у отеля Куршевеля, вот этот набор услуг, он есть у отеля. Опять же, ресторан Фукет, несколько ресторанов, французское меню, подписанное Пьером Ганьером, трехзвездочный Мишленовский повар, и, соответственно, все то, что связано с вашим пребыванием в отеле, будет, опять же, неизбываемым для клиента, потому что, опять же, то, отель, как и все паласы, он дорогой, поэтому тот персонал, который делает отдых, который организует отдых клиентов, он выкладывается на все сто для того, чтобы клиент был счастлив, положил положительные эмоции, так как в сознании персонала отелей группы Барьер клиент утонченный, клиент гедонист, клиент ищет положительные эмоции, клиент хочет их получить, и клиент хочет остаться довольным, чтобы вернуться в отель. Поэтому это такое правило, которое функционирует в сознании каждого из работников, каждый из персонал отелей Барьер, в том числе Ленеш, не составляет исключения. Вот. Следующий отель, и очень важно для отеля Ленеш, как и многие отели сезонные, сезонные Ленеш, в этом году продает, соответственно, Новый год для клиентов, это рождественское, Рождество католическое, это неделя до 2 января, и Православный Новый год с 2 по 9 января. Поэтому вот эти недели, он их продает, зная, что они будут проданы в любом случае, и все заявки, которые делаются в Ленеш, так вот, другой отель, который этим же отличается, это Карп Бюстав, потому что там такая же ситуация сезонности, и опять же продаж католической недели, рождественской недели и Православной рождественской недели, это вокруг 25 декабря, и вокруг, соответственно, нашего 7 января, или нашего Нового года, наших зимних каникул, с 2 по 9 января. Поэтому вот эти недели, он их продает целиком. Все запросы, которые связаны, там, приехать в отель с 30-го и остаться до 5-го, они в основном не получат, соответственно, какого-то, какой-то быстрой реакции и ответа. Поэтому, может быть, в конце, может быть, как в конце концов, когда будут, опять же, какие-то возможности, но, скорее всего, таких возможностей не будет, потому что вот эти, говорю, две недели, они достаточно легко продаются у отеля, и он не захочет их разрывать. Поэтому обратите внимание на то, что если клиент вдруг собирается лететь в Куршевель с 27-го, с 25-го, с 30-го, вот, лучше его ориентировать на Париж и потом делать вот эту связку Фукетца с Куршевелем. Это самое-самое адекватное и самое такое приемлемое ваше время отдых, который понравится клиенту, потому что, с одной стороны, встретить Новый год в Париже, это классно, особенно Фукетца, который в центре, это Елисейские поля, это все основные праздники, которые будут находиться именно вокруг, на Елисейских полях, вокруг Триумфальной арки, соответственно, магазины, рождественский красивый Париж, и потом, первого числа можно сесть на поезд и отправиться в Альпы, поезд едет 3,5 часа, и через 3,5-4 часа как раз в 12 часу клиенты будут готовы уже к обеду в Ленеже и, соответственно, начнут свой вот такой день 2 января или 1 января с, опять же, с хорошей погоды, январской погоды и начала каникул в Коршевеле. Вот. И, опять же, поскольку в программе у нас был еще один отель, сейчас я о нем упомяну, это отель Карн-Гюстаф-Сан-Барт, это очень интересный отель, в нем 25 номеров, Вилл Диана, который имеет колоссальный успех и очень задолго продается до, опять же, до приезда гостей, потому что она просто на расхват. Это лучшее расположение на острове. Отель был построен также недавно, это совершенно новый отель, это современный отель, он построен в стиле колониальный шик, вот, но среди отелей острова, на острове Сан-Барт есть три шикарных отеля. Соответственно, это наш отель, который, это тот отель, который, которым занимается компания Топ Сигначер, это Шевальблен, это группа ЛВМАШ, который, это отель вообще номер один, это Ультралюкс, второй отель Эденрок, но это отель, который, опять же, хорошо расположен, но ими занимаемся не мы, и третий отель, который в списке самых шикарных отелей, это вот отель Карл Гюстав, наш Карл Гюстав, Барьер, но единственное отличие, он входит в эту тройку, но у него есть одна характеристика, которая, опять же, обращаясь к характеристикам к отелям группы Барьер, это лучшее расположение на курорте, у этого отеля, этот отель лучше всего расположен по отношению к эпицентру жизни Сан-Барта, а именно по отношению, он находится над Густавией, столицей, красивый, это самый, самый романтичный, самый лучший красивый вид на острове, вот, который открывается с веранд, с террас этого отеля, и до, это пять минут ходьбы, так же, как и у Ленеш, вот, пять минут, пять минут до, опять же, до основной улицы, это Прада, это Шанель, это основные, соответственно, рестораны, это пляжи, острова Сан-Барт, это находится все в пяти минутах доступности от отеля Сан-Барт. У Сан-Барта тоже я установлюсь буквально на секунду, это та же проблема продаж на католическую, рождественскую неделю и православную, и православное Рождество, поэтому отель продает именно вот эти семь дней, семь, семь. Возможно, будут какие-то варианты, но скорее их не будет, чем будут, и они будут известны в самые последние минуты, поэтому лучше позаботиться заранее, и если клиент что-то бронирует, лучше бронирует, опять же, Сан-Барт, Карл Гюстав, в этот период целиком. И сезон начинается в ноябре, он длится, практически сезон там круглый год, потому что то лето, которое там, наше лето, которое наступает в Северном полушарии, там связано с приходом такой дождливой погоды, но эта дождливая погода не сильная, не постоянная, поэтому также летний сезон, а именно июнь, июль, август, это такие хорошие месяцы, которые тоже и так же из лета можно полететь в лето и там отдохнуть. Это считается низким сезоном, поэтому там другой ценник, низкий сезон в Северном полушарии, потому что те американцы и канадцы, которые являются основными клиентами этого острова и этого отеля, они предпочитают отдыхать у себя, и поэтому как бы рассматривает Сан-Барт как направление сезона, и сезон начинается в ноябре с американских праздников, день благоглавения, и прочих Рождества, и прочих праздников в Соединенных Штатах и Канаде. И последний отель, на котором я остановлюсь, потому что можно рассказывать о всех отелях, опять же, о двух словах, о многих отелях рассказать, но опять же, вряд ли эта информация прямо осяет у всех у вас в голове. Я остановлюсь еще на Каннах, Мажестик. Отель уникальный, потому что, опять же, основная характеристика, лучше всего расположена под наш Илья Квозет. Поэтому этот отель, он исторический, как и многие отели, он построен как отель, а не перестроен из какого-то здания. Вот он был изначально построен, задуман как отель. 262 номера, из них основное количество, соответственно, люкс, сьютов 212 и люксовых номеров 97. То есть, прекрасный вид на Средиземное море, прекрасные сьюты, прекрасный отель с точки зрения, опять же, отдыха, с точки зрения проведения каких-то мероприятий, майса. Ряд по соседству с ним через дорогу находится отель Грейда Альбион, который также был построен в 19 веке, как отель, в начале 20 века, простите, как отель, как отель, соответственно, и он был предназначен для того, чтобы принимать именно те мероприятия, заниматься теми мероприятиями, праздниками, которые организовывали французские предприятия в начале 20 века и которые очень любили Лазурный берег, которые продолжают любить Лазурный берег как место, именно такое место паломничества, место праздника, место такого вечного праздника, где можно провести не только отдых, но и также провести на пять с плюсами мероприятия, которые связаны с запуском каких-то новых продуктов или больших каких-то международных событий, в частности Каннского фестиваля. Причем барьеры и кино это отдельная история, если мы говорим о 110-летии истории, что в основном отели-барьеры, опять же, они расположены в курортных зонах Франции и в лучших шикарных, на шикарных побережьях, будь то побережье Нормандии, Давиле, на побережье Ла-Манша, или это отели, которые находятся на Лазурном берегу или на Атлантике, это все отели, которые были созданы как отели, и рядом с ними находятся большие центры, конгресс-центры, где проводятся различные фестивали, в том числе фестивали. И известный Каннский фестиваль находится в Каннах через дорогу напротив, соответственно, отеля Можестик. Фестиваль американского кино проводится ежегодно в сентябре в Давиле и отели Рояли Нормандии. Они заполнены звездами, которые приезжают на фестиваль американского кино. По соседству в городе Трувиль проходит, в Анфлёре проходит фестиваль русского кино. Также кто-то из кинозвезд останавливается в наших отелях Давиле. Фестиваль английского кино проходит в Динаре, и, соответственно, кинозвезды останавливаются в отеле Гранд-Отель Динар. Вот. Всё это, опять же, связывает группу в том числе и с мировым кинематографом. Вот. Поэтому в частности вот всё, что я хотел рассказать, основные моменты вот по отелям. Ещё раз резюмирую, это лучшее расположение на курортных зонах. Это самые последние предложения с точки зрения трендов, моды, кухни, французского стиля, декора, которые связаны с антуражем и обслуживанием сервисов в номерах. Вот. Третье это то, что отели, опять же, подстраиваются под клиента и готовят наилучшие предложения с точки зрения сезонности, с точки зрения праздников, с точки зрения того, что, как проводят клиенты, исходя из, опять же, праздников и выходных и отпусков в наших зонах. Они сделают сезонные предложения для наших клиентов. И, опять же, говоря об отеле «Барьер», стоит всегда помнить, что это такой семейный приём, семейное отношение, семейная любовь опять же, к своим клиентам. внимательное отношение для того, чтобы клиент, будучи изначально в лице тех, того персонала, кто его принимает, он является тонким ценителем, человеком хорошего вкуса, человеком-гедонистом, который ищет положительные эмоции, и что вот это всё ему надо предоставить, поэтому уровень сервиса в настоящее время у отелей он очень-очень-очень высокий. Вот. Теперь, наверное, тех вопросов, которые вы задали. По поводу виз. На самом деле, то, что, зато те положения, за которые проголосовал Европейский Союз, ужесточение визового режима, он связан с тем, что просто, скорее всего, поскольку текстов ещё нет, но они появятся и появятся в консульских отделах, будет связан с тем, что просто те визы, которые выдавались, в частности, французским посольством, которое было визово лояльно, выдавало очень большие визы на длительный период и очень часто она выдала на 5 лет и действительно срок рассмотрения, упрощённый срок рассмотрения был 5-7 дней, за это время это выдавалось, то сейчас, скорее всего, вот эти сроки, они просто увеличатся, ну, опять же, как говорят СМИ, то, что я читаю, я читаю и слышал в СМИ, это, ну, будет не 5 дней, будет 15 дней, будет 2 недели. поэтому я думаю, что не страшно, тем более, если клиент бронирует отель, и он приходит, и он подтверждает, и он же пишет тот желаемый период, на котором хочет получить визу, но надо посмотреть, как это будет всё происходить. Может быть, что-то будет сначала жёстко, а потом будет всё это достаточно быстро ослаблено, ну, поживём и видим, что называется, это достаточно очень сложно сейчас рассуждать о том, достаточно сложно рассуждать о том, что будет. Вот. Теперь, тот персонал, который есть, занимается вашими клиентами в отелях. Ангелина Ковтун занимается всеми отелями Барьер, то есть это человек, который сидит в Париже, и она отвечает за продажи всей группы отелей, будь то отель в Нью-Йорке, будь то отель в Маракеше, будь то отель в Ля-Боле, это все отели, которые, как сказать, которыми занимается она. Мы занимаемся не всеми отелями топ-сигначер. Мы занимаемся отелями Давиле, Кан, Коршевеле, Париже, Ля-Боле. Это наши отели, которые непосредственно с кем мы контактируем. Если у вас какая-то заявка по проведению квадратных мероприятий в Маракеше, присылайте, я просто его отправляю в Ангелине, и если вам нужна какая-то информация, я его предоставлю вам и вашему клиенту по этому отелю. Но в основном, в основном, все отели, которые ведем мы, это те отели, которые я вам перечислил. Это Париж, это Коршевель, это Канны, это... Ну, Канны, какого-то уставка, это, соответственно, одна группа, и Ля-Боль. Вот. Если у вас какие-то вопросы по отелям в Динару, тоже пишите, и я всегда Софи, перешлю ваши пожелания, или если там едут клиенты, которые там сочетают, как правило, они сочетают такую поездку по Британии, Нормандии, часто едут в Динар, или в Динар, или едут из Парижа в Давиль, и потом в Париж в Давиль-Динар. Вот. Такие сочетания очень хорошие, они интересные, они достаточно продуктивные в том плане, что клиент логично тратит свое время, приезжая на том же на поезде или на машине между отелями. Это от двух до четырех часов времени между отелями переезда. Вот. Клиент получает удовольствие, потому что Франция, вот эта дорога достаточно красивая, и комфорта для путешествия, поэтому приезжая из Парижа, в частности, в Давиль, за два часа ты доезжаешь до Давиля и получаешь массу удовольствия от дороги и потом от приема в отель. Поэтому еще раз, значит, Ангелина занимается всеми отелями, как бы они их курируют, она курирует все продажи. Я на месте, находясь в Москве, отвечая за СНГ и Балтию, мы занимаемся вашими клиентами, если кому-то нужно апгрейд, кому-то нужно какие-то условия, кому-то нужно что-то, вот, вы всегда обращаетесь, я всегда на связи, вот, если как-то нужно дать какой-то совет, ради Бога, обращайтесь, вам дам клиент, вам, дам клиент вашим, совет вашим клиентам, то есть, опять же, на ваше усмотрение. Так что, с Визьми я не думаю, что будет проблем, броневканский отель прекрасно, пришлите мне, потому что отели любят, когда мы их загружаем, тем, что от нас едут клиенты, если вы мне напишите, соответственно, сейчас я вам напишу мл, если вы напишите, кто едет из ваших клиентов, как правило, я запрашиваю отель, и они делают какие-то комплименты, приятности, что нравится и клиентам, и вам, и, соответственно, отелю, потому что отель любит, как сказать, персонализировать свой подход по отношению к приему. Так что пишите, сделаем максимум для ваших клиентов. Это наша работа, которая доставляет нам удовольствие, которая доставляет удовольствие нам, отелю, клиенту, я думаю, вам тоже. Вот, счастливый клиент, это клиент, который к вам придет еще не раз. Вот, что, какие есть еще вопросы? Буду счастлив на них ответить. Либо пишите, если какие-то вопросы у вас появятся потом. Вот, огромное вам спасибо всем. Вопросов нет, да? Спасибо, спасибо. Вам большое спасибо. Вам большое спасибо, что оставались этот час. Да, спасибо. До новых встреч. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok